Не понимаю, почему Пугачёва пела и звездела. Дмитрий Назаров заявил, что «Аллея Ангелов» — это фейк. Он подлез, потому что он врёт. Просто открыто, нагло врёт. В углу рушничок, шитый свастикой, и вместо иконы — Гитлер. Это всё задокументировано. И они об этом предпочитают забыть. Вообще мы за. Ну а остальные — это дело их совести. Здравствуйте, дорогие зрители канала «Аргументы и факты». Меня зовут Ольга Шаблинская. И сегодня мы в гостях у замечательного артиста, заслуженного артиста Российской Федерации Бориса Галкина. Братцы, это то, что нам нужно. Бегом! Ты уже никогда не скажешь. Честь имею. Профессия такая — быть бесстрашным. Не могу не спросить, хотя знаю, что вас эта тема режет, но тем не менее Алла Пугачёва, которая сказала, что не собираются нормальные люди туда возвращаться. Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. Она даже Россию страной не назвала. И люди в России, есть те, кто говорят, ладно, перестаньте, она великая певица, а есть те, что мы ей верили, что что-то с нами так. Вы к какой категории относитесь? Если говорить так от сердца своего, она для меня никогда не была звездой. Вот Ольга Кармухина мне просто… Я не понимаю, почему Пугачёва пела и звездела, а почему Ольга Кармухина до такой степени не была востребована. И то, что она может стадион на уши поставить, это точно абсолютно. Я падаю в небо, там всё очень просто, И все ваши тайны мне не нужны теперь. Поэтому у меня такого утраты такой художественно-творческой особенно нет. Мне кажется, что и с точки зрения популярности это довольно накачанная фигура. Что же касается политических взглядов, она женщина. Поэтому я не буду ничего говорить на этот счёт. Мне очень жаль замечательную программу, которую вел Максим. Это с детьми, и ты лучше всех. Потому что была настоящая какая-то человеческая интонация. Мы древний город России, ну уж говорите… Ты съел экскурсовода? Да почему все намекают на это? Почему? А вы можете мне объяснить, что произошло с вашим однофамильцем Галкиным? Дело в том, что у него и папа военный, и дедушка военный, то есть он из такой семьи, ну, как вот говорят, надёжной, то есть это не какие-то прибалтийские либералы. Что человека привело по-вашему, что переклинило? Может, это недвижимость за границей, которую притягивает, которую терять не хочется? Не знаю, но убедительности в его позиции неприятия истории Отечества, убедительного чего-нибудь, я не слышу. Поэтому жаль, очень жаль, что такой, в общем, одарённый человек и бросил такое шоу замечательное. Вот и всё. Не хочется на эту тему особенно. Вся ваша мимика выражает, что вам это противно. Ну, конечно. Ну, конечно. Лучше пройтись по берегу Айки, подышать свежим воздухом, чем занимать голову всякими пустыми товарищами, бывшими. Дмитрий Назаров заявил, что «Аллея Ангелов» — это фейк. И разуйте вы все глаза, кричат они в камеру, с его женой Ольгой Васильевой, с которой они теперь живут во Франции. Была создана вот эта пресловутая «Аллея Ангелов». Ведь вы его знали, Назарова, и он был блестящий актёр во Мхате Чехова, образованный человек. Что с ним? Он подлез, потому что он врёт. Просто открыто, нагло врёт. Или действительно не знает. Значит, он там не был. Значит, он этого не видел. Значит, он не имеет права свидетельствовать. А если он так, с такой вот так ещё поносит это всё, это подлец. Я объездил Донецк по всей окраине. Ни одного живого дома практически. В том или в другом, в той или в другой степени это попадание. Где-то это буквально до основания, так сказать, полностью. И то, что люди под бомбёжками жили и жили в подвалах. Так ты спроси Порошенко. Да, дети. Порошенко, ты тебе всё правду сказал. Ты чего же, парень? Ты слушай своих тогда. Чего ты тень на плетень наводишь? Порошенко сказал, что дети в подвалах сидят. У нас дети пойдут до школы и до детских садков. У них они будут сидеть в подвалах. Нет, это отвратительно просто. У меня слов нет. Хотела вас спросить, когда вы жили в Риге, вы когда-нибудь замечали какие-то тревожные штуки? Слышали ли тревожные звоночки? Фашизм по-прежнему там в моде? В первый год, когда мы переехали в Ригу, отец переехал там со своей артелью, с рабочей, мы снимали половину дома на взморье. И я по неосторожности своей, ну как, мы только-только въехали и там на следующий день что ли, я перепутал дверь, я вошёл на территорию, в комнату хозяйки. В углу рушничок, шитый свастикой и вместо иконы Гитлер. И я к отцу, я говорю, папа, что это? Папа, кто это? Он говорит, всё, молчи, ничего не говори. И через день мы просто собрались и уехали. Отец три войны прошел. Был праздник 9 мая. 8-го числа мне присылают видео, как в сало спился. Невероятное количество цветов. Идут люди, просто кладут, думают, боже мой, слава богу, что хоть это. Ведь какая тотальная ложь. На сегодняшний день до сих пор лагерь сало спился называется трудовой лагерь, так называемый. Значит, с 43-го года до конца, там это почти год, когда его там в 44-м или там, может, в начале 45-го, когда этот лагерь уже прекратился, когда мы освободили Латвию. Он стал наполовину детский лагерь. Ссылали в этот лагерь, концлагерь детей. И по статистике каждые сутки умирало 100 детей. В среднем 100. Из них выкачивали кровь для солдат Рейха, раненых. Проводили всякие, то чудовищные совершенно какие-то эксперименты над телами. Травили ядами, чтобы смотреть, как реагирует организм. Это все задокументировано. И они об этом предпочитают забыть вообще. Это же вот, ну, кровь этих детей вопиет просто вот в судьбе всей страны. Вот что? И люди 8-го, они возлагают эти цветы. 9-го мая бульдозером эти цветы все сметают. И более того, значит, я уж со слов, но я думаю, что это действительно так, что слышали, что там поговаривают во властях нынешняя власть Риги праздновать 22-е июня, а не 8-е мая, день примирения или как там они его назвали. 22-е июня. Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Ну, куда страна катится, это что? Чума. Ну, вот вы сказали про 9-е мая. А я помню вот этот вот огромный монумент в Риге советскому солдату, куда ветераны приходили. И все-таки вот эта вот небезызвестная нам всем Лайма теперь Вайкуля, я имею в виду с ее политическими заявлениями, сказала, что ну зачем этот памятник, у него художественной ценности никакой нет. Зачем туда? И вообще, типа, надо обе правды принять. У меня дядя был эсэсовец. Так пойди на кладбище к своему отцу в той стране, где он живет, и преклони свои головы. Это же просто памятник. Например, мой родственник, мамин брат был по другую сторону, а папа был по эту сторону. Такое было время, надо это понимать, надо это уважать. Ну, это просто такая была вот ситуация. Ну да, художественная правда барной певицы Вайкуля высокая очень. Поэтому, конечно, а это так себе. Господи, прости. Ладно, это все Господь, Бог разберется. Зачем поливать грязью Россию, учитывая, что здесь тебя-то, собственно, и сделали? Ну, это оправдывается. Это на подсознание, это оправдание. Надо оправдать свой поступок. И чем дальше, тем больше. Поэтому, ну, ведь это, как сказать, вот так же, как с этой дорогой, на которую Латвия встала и уже дошла абсолютно до точки. Трагедия этих детей, так же, как и детей Донбасса, она выпьет. Понимаете? Там правда. Это, вот, это пролитая кровь. Это правда. Я говорю, что бы ты ни говорил, чего бы ты там, как бы, на какую изнанку бы ты себя не выворачивал, чего бы ты еще не придумывал, все это пустое. Это пролетит. А вот та скорбь, та боль, сострадание, та останется навсегда, на всю жизнь. Трагедия Трагедия Скажем так, крупные чиновники, опять же, неофициально это нигде нельзя было говорить, но его любили. Он назывчий человек, во-первых, он был в этом отношении абсолютно бессеребряник там. Я, правда, в долг у него не брал, но тот, кто брал Володю в долг, там, он предпочитал об этом забывать, чем напоминать. На мой взгляд, он, конечно, богом данный певец и поэт. Вот это в первую очередь. Потом уже актер. Так как он работал на сцене, это такая самоотдача. Что-то потрясающее просто. Вот я никогда не забуду. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Володя закончил выступление, уходит за кулисы. И там аплодисменты. Он мокрый, ну, кондиционеров нет, как-то битком зал там набит. Он мокрый весь. Ленька смотрит на него и говорит, Володь, ну, надо ли так-то? Ну, можно же как-то это... И он вдруг так, раз, у нас спало лицо, говорит, Леня, никогда мне не говори такого. Прошу тебя. Понимаете? Вот. Дорого стоит. Я еще не могу не спросить, конечно же, про Владислава, про вашего сына. Читатели и зрители меня не простят. Расскажите, пожалуйста, когда вы поняли, что он талантливый мальчик? Увязь с ним, Ил. А, Иваныч, тут главное не тормозить, понял? Плачет отец, и плачет жена молодая, и плачет Сарусь как человек. Ну, он был, я в предлагаемых обстоятельствах, это в картине «Приключения Тома Сойера и Геккель Берифина», где он Геккель Берифина играл. Да, да, да. А вот вторая картина, этот негодяй Сидоров на киностудии «Беларусь», фильм снимался, фильм, я почувствовал, что он уже размышляет. Он не просто там вот достоверно ведет себя в кадре, а он размышляет. Для него важны акценты в роли. Он выстраивает определенные отношения с девочкой, с которой там общается. У него уже есть определенная задача, что он должен сделать там вот в следующую секунду, или в следующую минуту, или в этой сцене. И он к ней себя тащит. То есть действенный анализ роли просто вот я смотрел. Вот, и мы смотрели эту картину с ним в Архангельске, я помню, я там на съемках был. Потом мы выходим с ним вдвоем, и я говорю, Владюша, ты будешь очень хорошим артистом. Он говорит, правда, папа? Я говорю, правда. Потому что ты уже этот вкус природы характера, любви характера, актерского дела, ты уже этот вкус почувствовал. Это у тебя все очень осмысленно теперь. И спрошу вас обязательно про дочку, потому что я вам как не позвоню. Это всегда такие интересные, я слышу на заднем плане разговоры, что бери велосипед. Там, папа, я хочу там что-то. И это всегда очень умиляет и трогает. Маму мою звали Светлана. И первая мысль была Светлана и в крещении быть Мариной. Но все-таки победила Баба Анна. Потому что она назвала. Ну а почему Баба Анна? Потому что, конечно, она до такой степени стойкая женщина, столько претерпела в жизни. Ваша бабушка. Да. Но вот потеряв столько сыновей, семерых сыновей потеряв, я никогда не видел ее в расстроенных чувствах. Это всегда была какая-то такая удивительная собранность. Я даже не знаю. Сегодня таких людей просто нет на свете. Вот я это понимаю. Что-то такое вообще. Потому что она трудяга была, конечно, поднять такую семью, отправить на фронт, потом пережить это все. Пережить. До последнего дня она трудилась, работала. Какой хлеб она пекла. Вот такие вот буханки ржаного черного хлеба. Запах, я даже сейчас вспоминаю, такого запаха уже хлеба нет. Какие кисели она варила. Кисель, который нужно было ножом резать, тарелки. Это такое. Там это и малина, черная смородина, красная смородина, ржовник. Вот так. Что, девочка, ваша замечательная, вашу жизнь привнесла? Ой, жизнь. Жизнь. Даже и солнце сразу выглянуло. Да. Да. Живут в тебе мгновения радости, любви моей проникновения, к душе твои прикосновения, и я живу без чувства старости. Да, в этой жизни все изведано, всему дано определение, но с чем сравнить твое явление в мир, переполненный изменами? Как первых чувств, любви мгновения сберечь в пространстве и во времени, остаться век друг другу верными, жить в откровении и в доверии. Взойдет любовь твоя невинная, во все проникнет светлой мудростью, наполнит мир небесной музыкой, и будешь ты свой век, любимая. Спасибо вам огромное, Борис Сергеевич. Спасибо вам всегда за наше интервью. Я потом всегда в очень приподнятом состоянии духа, и как вы так воздействуете, вот я не знаю, но потом действительно появляется чувство, что справимся, все преодолеем, потому что вы правы, что время сейчас действительно такое непростое, и очень нужны вот такие ориентиры, как вы. Спасибо вам. Время пограничное, время пограничное действительно, потому что вот кто по какую сторону так, проще говоря, либо за, либо против. Вот мы за. Ну а остальные это дело их совести. Спасибо вам большое, Борис Сергеевич. Спасибо.